Здравствуйте! Это Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Коротко о главных событиях дня. Коммуникации разрушены, дороги размыты, ущерб от стихии исчисляется сотнями миллионов. Премьер о ходе восстановительных работ рассказал сегодня журналистам. Угроза схода селий сохраняется. Какие населенные пункты в зоне риска за ситуацией с воздуха следят сотрудники МЧС? Прощай, школа для выпускников Кабардино-Балкарии прозвенел последний звонок. На ликвидацию последствий ливней в Кабардино-Балкарии потребуются сотни миллионов рублей. Об этом сегодня премьер Константин Храмов заявил на встрече с журналистами. Руководство республики с первых дней активно включилось в борьбу с ударами стихии. В Кабмине был создан оперативный штаб. Задействованы большие людские и технические ресурсы. Каждый из шести пострадавших районов курирует член правительства, а особо досталось Чирекскому и Чигемскому районам. Временно восстановлены все дороги. Это вот те дороги, которые я говорил по Верхней Балкарии. Восстановлена дорога Булунгу по временной схеме, Чигем-Булунгу, также Бабуген-Безингим. На сегодняшний момент во всех поселениях, которые были стихийные бедствия, вода есть, электричество есть. Без газа все еще остаются Булунгу, Эль-Тюбю и погранзастава в Чигемском районе, где подача голубого топлива пока отключена, чтобы обеспечить безопасность восстановительных работ, сообщил Храмов. По словам главы правительства, синоптики пока не обещают улучшения погодных условий. По информации нам дает информацию, что с 25 по 26 число возможно увеличение опять дождей и поднятие воды в реках. Поэтому по-прежнему мы находимся в режиме повышенной готовности. Укрепляем мосты на территории республики, укрепляем водозаборы, насколько это возможно. Сегодня всю работу контролирует временно исполняющий обязанности главы республики, отслеживает Коков Юрий Александрович. Я ему в режиме онлайн докладываю о всех ситуациях, которые есть, где бы он ни находился. Премьер также отметил, что готовятся документы в федеральный центр с просьбой о предоставлении финансовой помощи для компенсации ущерба. Сумма ущерба, если с 13 на 14 число мы оценивали порядка 150-200 миллионов, то теперь мы подсчитываем цифры. Этой цифрой будет мериться, я понимаю, сотнями миллионов рублей. Документы будут представлены в начале следующей недели в Министерство по чрезвычайным ситуациям в России. Как раз за выходные мы соберем всю эту информацию, подсчитаем те расходы, которые у нас сегодня есть на территории республики. Глава республиканского правительства напомнил, сильные дожди начались с 13 на 14 мая. Первые удары стихии пришлись на Черекский и Урванский районы. От ливней, разразившихся уже 21 числа, пострадали почти все районы республики. О том, как идут восстановительные работы в Черекском районе, наш корреспондент Адам Абазов. Последствия стихии потребовали максимальной координации действий МЧС, ремонтных и дорожных служб. В Черекское и Безингийское ущелья были направлены десятки единиц спецтехники. Связь жителей Верхней Балкарии с Большой землей прервалась на двое суток. Накануне вечером подача воды, света и газа возобновилась. Практически восстановлено автосообщение с Нальчиком. После схода селевого потока был размыт участок федеральной автомобильной дороги. Километр 49 плюс 50. За последние двое суток нами установлена временная труба, отсыпано земляное полотно для обеспечения временного проезда. Было привлечено 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дополнительную сложность для ремонтников представляют горный рельеф и многочисленные оползни. Один из самых крупных сошел недалеко от селения Безингии. Огромные массы грунта и многотонных волнов ринулись вниз, сметая все на своем пути. По всей видимости причиной оползня послужили обильные осадки. Сильные дожди шли здесь несколько дней. Вода вскапливалась вон в том каньоне на высоте полутора километров. И прямо на наших глазах тонны камней воды и грязи хлынули вниз, накрыв несколько гектаров земли. От оползня пострадали только сенокосные угодья. Камнепады, вышедшие из берегов река, повредили коммуникации, прилегающие к Безингии по гранд заставе. Подача воды и газа уже восстановлена. Есть у нас газ, вода, свет. Амбулатория работает, магазины все работают. За помощью в амбулаторию никто не обращался. Расстояние от Карасуда Безингии около 10 километров. Но на этом небольшом участке сошло 8 оползней. Они практически парализовали движение на автодороге. Сейчас большинство мест расчищено. Но есть отрезки, на которых проехать может только одна машина. Безымянная речушка подмыла берега и оползень сошел на дорожное полотно. Сейчас строители работают на расширение проезжей части. Адам Абазов, Халид Шахмурзаев, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Восстановительные работы идут и в Чигемском районе. После схода селевых потоков здесь основательно размыло дороги. В Булунгу разорвало газовую трубу. На месте ЧАЭС задействованы 15 единиц техники. Рабочие расчищают центральные проезды к селам Булунгу и Эль-Тюбю от Волунов. Все, что сегодня делается, делается как временные работы. И поэтому сказать, что столько-то земли, столько-то грунта и так далее невозможно. Но вчера три мощных бульдозера работали с двух сторон. И видите, результат какой. Вот мы проехали полчаса тому назад. Следом уже закрылась дорога. Накануне вечером было восстановлено вода и электроснабжение. Главной проблемой по-прежнему остается отсутствие голубого топлива. В местах разрыва газопровода планируют временно установить пластиковые трубы. Возобновить подачу обещают в течение недели. Стихия, к сожалению, принесла и человеческие жертвы. Погиб один человек. В реке сегодня было найдено тело 59-летнего жителя Псыганцу Руслана Сихова. Он утонул, переправляя скот через реку. В Эльбруском районе сразу несколько населенных пунктов пострадали от стихийного бедствия. Селевые потоки также повредили воды и газопроводы электроподстанции. С места события Осман Казаков. В течение 20 на 21 мая сошедшие грязевые потоки подтопили электроподстанцию. Это привело к отключению света в поселке близ Тернауза. Кроме того, был поврежден и водопровод. В экстренном порядке здесь аварийные службы наладили водоснабжение и восстановили подачу электроэнергии. Чего не скажешь о микрорайоне Верхний Аул в самом Тернаузе. Сошедший сель разрушил две каптажные системы, обеспечивавшие питьевой и технической водой более 60 домовладений. Не посуду помыть, не прибраться, даже приготовить. Вот видите, кастрюли все разбросаны, не помыть, не прибрать. А ходить не таскать тоже очень трудно. Это надо почти к городу спускаться и так воду приносить. Район уже нашел временное решение проблемы. С резервного фонда Министерства строительства нам выделена труба. Насос мы приобрели уже. И вот сейчас занимаемся продувкой системы. И будем подключать с городской воды. С городской трассы воду будем подавать Верхний Аул. Селевой поток снес единственный мост. Теперь восстановление транспортного сообщения между населенным пунктом и пастбочными угодьями первоочередная задача местных властей. Потребуется на это не один день. В былым и последний раз сельс ходил около 10 лет назад. Стихийные бедствия такого масштаба местные жители успели позабыть. Ночью шел до утра почти два дня бесподряд. А вчера вообще сильно был. Вот здесь вот видите вот здесь на горе вот как бы детей и жители как бы вот на этой горе все они там сидели в это время. Ущерба домовладениям стихия не нанесла. Газ, вода и свет в селе не подаются бесперебойно. А вот дорогу, ведущую к перевалу Актопрак, потоки грязи смыли. К слову, это единственный путь, соединяющий Лебрусский и Чигемские районы. Сейчас на его расчистку и восстановление отправлены два бульдозера. Тем временем над былым возникли четыре новых облазновых очага. Их сход могут спровоцировать даже небольшие осадки. Синоптики прогнозируют продолжение интенсивных осадков. Ливни возможны в ближайшие воскресенья-понедельник. В этой ситуации Северокавказский региональный центр МЧС проводит регулярные облеты горных территорий. Сегодня все внимание уделили Кабардино-Балкарии. С борта вертолета наш специальный корреспондент Натали Булат. Их единственное снаряжение – фотоаппарат на каждом участке облета. По нескольку десятков снимков. Но на этот раз даже приглядываться к кадрам не надо. Осадки свое дело сделали. Появилось множество новых оползневых очагов. В районе Прильбрусья впервые сель прошел сквозь лес. Остановить потоки грязи деревья не смогли. В Черекском ущелье пришел в движение земляной пласт размером километра два. Уже произошел промыв дороги шириной где-то 20-30 метров и глубиной тоже где-то метров 20. Вот этот крупномасштабный оползень является наиболее опасным в Черекском ущелье. Но он уже сошел, да? Нет, он не сошел. Он в ползучем таком движении. Координаты каждого нового селевого очага тщательно фиксируют даже без глубоких исследований. Ученые говорят, большая часть из них станет постоянной головной болью жителей республики. В Чигемском ущелье замечены сразу три образовавшихся грязевых потока. Три таких мощных схода. Два с правой стороны. И один с левосторонней. Он перекрыл дорогу, сообщающуюся между ущельями, Черекским и Чигемским. Завалил там Кошару. И он идет напрямую на населенный пункт, на Безингии. Проходит там. И явно уже видно, что этот очаг будет в дальнейшем задействован. И он будет там постоянным источником. Облеты территории сотрудники МЧС совместно с учеными в ИГИ проводят третий день подряд. Говорят, предотвратить селевой сход нельзя. Но предугадать – дело чести. Только тогда можно вовремя среагировать. Наблюдать, организовать безопасность населения, безопасность жизнедеятельности населения. Своевременно предупреждать, когда существует угроза. Вот если, допустим, вот как сейчас, несколько дней дожить, то предусмотреть. Выставить дополнительные посты. Угроза паводка в Кабардино-Балкарии еще остается. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди. Ухудшение погоды сегодня не позволило сотрудникам МЧС провести облет над Северной Осетией. Эти сведения могли бы представить картину более полно. Наталья Булат, Эдмир Собачиев, Вести. Кабардино-Балкария. Далее в программе. Как эффективнее применять российское законодательство в борьбе с терроризмом. Обсуждают в Нальчике. И последний школьный вальс, последний звонок. Сегодня памятное событие в жизни выпускников. Небольшая реклама, и мы вернемся к заявленным темам. Уважаемые потребители электроэнергии, ОАО «Кабалк Энерго», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Кабардино-Балкарской республики, напоминает о необходимости осуществления своевременной оплаты за использованную электроэнергию в полном объеме ежемесячно до 10 числа. Информирует об открытии нового центра обслуживания клиентов по адресу улица Кабардинская, 152. Режим работы центра в будние дни с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13. Пауэр – новая немецкая облицовка для вашего дома. Экономия до 70% расходов на отопление. Пауэр – ваш дом будет теплым. Субтитры создал DimaTorzok Кабардинская, 153. Субтитры создал DimaTorzok Халвич. Вкус здоровой жизни. Спешите только до 1 июня. Московский цирк на воде Аква. Морские животные, шоу фонтанов, сотни костюмов и огненное шоу. Площадка рядом с ТРЦ галерея. Профессионально быстро производим все виды земляных работ на японском мини-экскаваторе. Обращаться по телефону 8 928 910 1141. Магазин «Попугай» представляет торговую марку «Дио». Выбирая краски «Дио», вы получаете качественное покрытие на длительный срок. «Дио» – главный помощник в ваших решениях. В торговом центре «Интерьер 21 век» огромное поступление люстр и зеркал от классики до «Нео Модерна». «Нальчик» – Кирова 218 и Головко 206. Цирк Никулина в Кисловодске. Ждем почтенную публику до 1 июня. Внимание, внимание! Магазин «Попугай» открылся после ремонта. Огромный выбор высококачественной элитной краски. Ждем вас на Шагенцукова 42. Приносим извинения за доставленные неудобства. Роль ставни «Гаражные ворота». Качество по низкой цене. Фирма «Маржа». Город Нальчик. Улица Байсултанова, 26. Решили приготовить праздничный ужин? Ну, у вас мало времени, да и, собственно, опыта – не беда. Бесплатная служба доставки ресторана «Арабик Холм» сделает все за вас. Быстро, вкусно и полезно только у нас. Рынок «Стрелка» предлагает стильные фирменные вещи от известных торговых марок, распродажи и выгодные акции, одежда, обувь и аксессуары известных мировых брендов. Здесь вы найдете все на любой вкус и каприз. От нижнего белья, одежды для сна и дома, до стильных коллекций верхней одежды для любого сезона. Обращаться по адресу город Нальчик, улица Обидова, 3, рынок «Стрелка». Вводятся новые площади. Добро пожаловать! Уважаемые абоненты потребителей воды города Нальчика, в связи с повышением тарифов с 1 июля убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность. В противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штрафов и пени. Если ты решил ремонтом всю квартиру обновить, если много окон Берта, хочешь в ней установить, если строишь дом ты летом, хочешь в смету уложиться, окна Берта. Только в мае. Приходи, договоримся. Это Вести Кабардино-Балкария. Продолжаем. В республике ликвидирована банд-группа, входившая в запрещенную международную террористическую организацию «Имарат Кавказ». Об этом сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет. Режим КТО ввели в Баксане около пяти утра. Силовики блокировали один из частных домов. При осмотре был обнаружен блиндаж. Оттуда стали стрелять. В ходе боевой операции погиб сотрудник спецназа ФСБ. Жертв среди гражданского населения нет. Как говорится в релизе, нейтрализованы главарь банд-группы Астемир Берхамов и трое активных членов банд-подполья. Все они находились в федеральном розыске. Найдена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств, около 150 килограммов взрывчатки и схрон с оружием. Режим КТО был отменен сегодня в полдень. Терроризм и экстремизм как угроза национальной безопасности России. Научно-практическая конференция с таким названием открылась сегодня в Нальчикском филиале Краснодарского университета МВД России. В форуме участвуют представители правоохранительных структур Северного Кавказа, духовенства, ученые, в том числе из Абхазии и Южной Осетии. Собравшиеся обсудили, как эффективнее применять российское законодательство в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Только в одной Кабардино-Балкарии больше 250 человек отбывают сроки за преступления этой направленности, привели статистику представители службы исполнения наказаний. Говорили на форуме и о причинах возникновения экстремистских течений и методах борьбы с ними. В очередь это связано с деятельностью отдельных, созданных на основе исламского фонтанитализма сепаратических течений. И вторая, на наш взгляд, проблема – это усиление автономистских мононациональных тенденций, которые происходят сегодня в регионах Северного Кавказа. Работа форума продолжится завтра. К другим темам. Одна вместо трех. Законодатели республики предлагают объединить степени ордена за заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой. Изменения намерены внести в закон о государственных наградах. Как отметили на заседании президиума парламента, это еще больше повысит значимость ордена. Поправками также предусматривается увеличение положенных денежных вознаграждений. Обладает задачей повысить размер устанавливаемой ежемесячной выплаты по следующим двум позициям. Первое – с 20% довести до 25% денежные вознаграждения, заработной платы, государственной пенсии для работников бюджетной сферы и пенсионера. Второе направление – с 1200 рублей довести сумму до 3000 рублей ежемесячной выплаты имени лица. Сам проект закона депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании. В его повестку также включен вопрос с приватизацией гостиницы «Нальчик». О продаже объекта было объявлено еще в прошлом году. Но так как покупателей не нашлось по закону, оценочная стоимость снизилась на 5% до 121 миллиона рублей. А гостиница заново выставлена. Про чай школа сказали сегодня несколько тысяч выпускников Кабардино-Балкарии. В республиканских учебных заведениях отзвенел последний звонок. Сценарий был достаточно традиционным, напутственные речи, последний вальс и колокольчик в руках первоклашек. Слово моей коллеге Лели Маховой. Звуки нестареющего вальса. И вот уже на свою последнюю школьную линейку выходят выпускники. В 9-й школе «Нальчика» их 90, 15 отличники. Педагоги и гости, пока еще учащихся, встречают поздравлениями. Сегодня у вас очень ответственный, красивый и торжественный день. И сегодня вы делаете первый шаг в самостоятельную жизнь. Я бы хотел пожелать вам, чтобы каждый ваш шаг по этой жизни приносил бы радость, удовлетворение и благополучие. Призеры республиканских олимпиад, лауреаты школьных и городских конкурсов. Их всех сегодня объединяет одно – новая жизнь. Какой она будет решать каждому самостоятельно. Но с чего начинать, многие еще не знают. За 11 лет ты привык к учителям, привык к своим одноклассникам. И ты не знаешь, Даша, что идет у тебя впереди. Торжественным маршем и барабанной дробью встречали выпускников 6-й столичной школы. В этом году их 65. Лучшим вручили грамоты и благодарности. Мы всеми нашими достижениями и успехами в жизни обязаны нашей школе. И действительно, мы вырастили новое поколение людей, от которого теперь зависит будущее нашей страны. И пусть будущие поколения, наши первоклассники будут лучше нас. А мы постараемся оправдать все ваши усилия и ожидания. В Эльбрусском районе в этом году школу окончили свыше двух с половиной сотен молодых ребят. В 5-й Тернаусской гимназии выпускников в дальнее плавание под алыми парусами проводили диснеевские персонажи Питер Пен и Венди. В первой школе 2-го Чигема к финишному рубежу подошло на 14 человек меньше, чем в прошлом году. Некоторые предпочли уйти после 9-го класса и поступить в колледжи. Но теми, кто остался здесь, по праву гордятся. У каждого, конечно, из них есть свои планы. Кто хочет в технический вуз поступить, кто хочет в медицинский, кто на экономический. Но, знаете, чуточку, наверное, тревожно от того, что никто из них не собирается на педагогические. Уже через два дня у ребят госэкзамен по литературе и географии. Но это еще впереди. А пока вот он, последний звонок. Принимайте, девочки! Гороль! Гороль! Лейла Махова, Карина Аванесова, Сафар Гириев, Анатолий Зирико. Вести, Кабардино-Балкария. Впереди прогноз погоды от центра ФОБОС. Его представит Зухраб Шихачева. Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Раян. Лучший продукт 2014 года. Глазная клиника Ленар имени академика Святослава Федорова. Нальчик. Пачка 36. Офтальмология для всей семьи. Торговый центр «Офис и дом». Это огромный выбор офисной мебели российского импортного производства. Всех ценовых категорий. Наш адрес улица Кирова, 294. Много, очень много мебели по выгодной цене. Мебельный салон «12 стульев» представляет лучшие коллекции для вашего дома. Роскошные спальни, столовые и мягкая мебель. Салон «12 стульев». Мебель для жизни. Добрый вечер. Метеовести от ФОБОС. В выходные и первые дни грядущей недели, по сведениям метеорологов, в регионе ожидаются дожди. В Зольском районе плюс 20 – переменная облачность осадки. Из-за вероятных гроз столбиком термометров у подножия Эльбруса не удастся превысить отметку в 9 градусов. Над Тернаузом поля облаков плюс 18 – сыра. На фоне постепенного понижения атмосферного давления в Баксане, Чигимин-Арткале влажность растет 82%. Не особо отличится погода и на большей части Прохладницкого и Майского, Терского и Лискенского районов. Дневная температура, по прогнозам специалистов, 25 градусов и выше. Грозовые дожди ожидаются в Кашхатау. Как, впрочем, и в столице Кабардино-Балкарии во второй половине дня воздух здесь прогреется до плюс 23. Это вся информация о погоде. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok